Шалом, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу рубрику «Короткое и актуальное кашлуки». Нашей сегодняшней темой станет каширование ножей. Дело в том, что если нож стал некошерным, то есть на него нарезали им что-то некошерное, он впитал в себя некошерный вкус, то его нужно или прокипятить в воде, то есть сделать ему оголу, то что мы учили на предыдущих уроках серии, или раскалить его огнем, то есть то, что называется лебом. Но интересно, что есть еще несколько способов, как можно кашеровать ножи. Есть те, которые есть такой обычай, брать нож и втыкать его 10 раз в землю. И после этого можно им пользоваться, как ни в чем не бывало, то есть в принципе он откошировался. Для того, чтобы не было ошибки в этой идее, в связи с людьми, которые втыкают в землю, так кашируют ножи, нужно знать, что можно ошибиться в этом вопросе. Далеко не все ножи могут так кашеровать, далеко не всегда это помогает. Нужно знать, что вообще этот подход не совсем, скажем так, однозначен в галактическом перипеде. Если кто откроет шурханару в разделе ЮРЭДА на 121 глава, 7 параграф, то он увидит очень интересную вещь, что такой вид каширования, втыкание 10 раз в землю, помогает только если мы этим ножом использовались только для холодных вещей. То есть если им что-то делали горячее, резали что-то горячее, какую-то горячую еду, не кошерную, мясную, молочную и так далее по ошибке, это уже не помогает. Шурханару пишет такие следующие слова. То есть это на иврите, сейчас я вам объясню, что он говорит Шурханару. Шурханар говорит старый нож, мне это уже пользован, будь он большим или малым, если его взяли от нееврея. То есть в принципе неевреи пользуются этим ножом. Если человек собирается использовать его только для холодного, если нет в нем всевозможных зазорин или ямочек, или дырочек, то он втыкает его 10 раз в землю, то есть в твердую землю, и нужно каждый раз между каждым втыканием и втыканием, он должен менять место на этой земле, и земля должна оставаться твердой, то есть не рыхлой. В принципе, в чем есть смысл? Смысл в том, что тогда земля снимает с ножа ту налетившуюся грязь или жир, который на нем лежит, и оно так счищается. Сегодня, кстати, это заменяет нам, возьмите любой скотч железный, которым вы моете посуду, возьмите фейр или другое моющее средство, тот же самый эффект, ничем не хуже. Говоришь, что он рух дальше, таким образом не будет тыкать, то есть нужно, чтобы была всегда твердая земля, они будут втыкать в одно и то же место, или каждый раз будут в другом месте. И тогда даже для того, чтобы резать им острые вещи, а острые вещи намного сильнее вытаскивают вкус или пробуждают уже угасший вкус, тоже будет, например, как речку, тоже можно будет делать так. То есть так говорит шруханрука. То есть, в принципе, уже и слов шруханрука можно увидеть, кроме того, что не для всего подходит вот этот вот метод втыкания в землю, или в наше время мытье с фейринг или другим мощным средством с хорошим скотчем, железным там хорошо отодраивать. Кроме этого, то есть это не все подходит, есть еще одно ограничение. Дело в том, что если нож не гладкий, а у него есть дырочки, вмятины, впадины, зубчики и так далее, то ему в этом случае даже огола не поможет. То есть, да, ему даже кипящую воду не поможет его окунать. В этом случае, по мнению шруханруку, нужно с таким накалывать или его нужно наточить. Что такое наточить? Имеется в виду пройтись на точильном камне все лезвие, чтобы снять с всю, скажем так, верхнюю, то есть шихвайльюна, то есть, в принципе, верхнюю пленку металла, который находится сверху, вместе с ним, естественно, не кошерных вкусов. С другой стороны, по мнению Рома, то есть по фотошки назван, изначально лучше, скажем так, не заниматься кошированием ножа посредством точильного камня. То есть, да, что Рома не очень-то любит. Окей. Мудрецы последних поколений, Бах, Бейт-Хадаш, Мишнабура и другие, говорят очень интересную вещь. И, скажем так, поднимают еще один вопрос. Они говорят, что если ручка ножа прикреплена к саму лезвию гвоздями, таким образом, что в самом лезвии есть маленькие дырочки, то есть лезвие, которое продолжается туда внутрь ручки, то тогда, а куда, то есть окунание в кипящий вод, то есть агала не поможет этому ножу. Правда, Ароха Шульхан тут замечает одну интересную вещь. Говорит, в наших ножах, когда ручка очень крепко прикреплена к лезвию, то не надо, то есть, скажем так, сильно переживать по поводу этого устражения. То есть, этого устражения не нужно. Почему? И так, потому что не входит никакой грязи туда, то есть, в принципе, под ручку ничего не заходит. И так, что на Аллаху, кстати, Раубадь Йосеф, Хазунов Вадья, в законах каширования посуды, Раубадь добавляет и говорит, что место соединения ручки и лезвия вообще обычно никогда не прикасается с едой как таково. То есть, в принципе, то лезвие, то есть, то лезвие, которое находится внутри, и там, внутри этого лезвия, то есть, внутри этой ручки, то есть, это прикасается с ручкой, там никогда в жизни еда не появляется. Таким образом, он считает, вообще не нужно в этом устражать. И достаточно того, чтобы вокруг, то есть, да, ручки очень хорошо-хорошо почистить перед тем, как, то есть, кашировать. И тогда можно кашировать, опуская в кипящую воду нож. Есть те, которые устражили, есть те, которые облегчили, то есть, в принципе, есть два подхода. Тот, кто хочет устражить, ему есть на кого положиться устражить, тот, кто хочет облегчить, ему есть на кого положиться, чтобы облегчить. Единственное, что напоследок стоит упомянуть, что, допустим, ржавчина на ноже является хаттеца. Если вы хотите сделать не лебун, а именно огола, то есть, в принципе, опустить в кипящую воду нож, то нужно эту ржавчину снять. Итак, если подведем итог. Только для холодного, то есть, если нож используется в холодном, и его собирают использовать только для холодного, и по ошибке, допустим, местным ножом нарезали масло, то ему можно его откошировать посредством или втыкания в землю в твердую, или посредством скотчем таким железным хорошо пройти для того, чтобы снять грязь вместе с хорошим моющим средством. Причем во всех уголках пройти. Проблема, что это не помогает ножам с зубцами. В этом случае нужно хорошо-хорошо помыть или отдать огнем, либун-каль, нож, то есть, с легким накалыванием, когда, то есть, до того, как вы прикасаетесь с бумагой, бумага начинает, туалетная бумага или салфетка начинает коричневая. Другой стороны, если вне стороны, где огонь, она от лезвия начинает с коричневой, то есть, да, в принципе, загорается, можно сказать. Или сделать оголу, но перед оголой нужно будет хорошо вычистить везде, и если есть ржавчина, то же ее снять. На этом пока все, и с Божьей помощью мы на следующей неделе продолжим дальше разбирать другие аспекты кашрута. Всего вам хорошего, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok